Сельхозпредприятие В результате депутаты приняли решение о необходимости изучать и распространять Шулаевский опыт Прошел год И снова в повестке внеочередного выездного заседания Аграрного комитета Опыт племзавода «Красное знамя» И снова Владимир Шулаев готов поделиться секретами достижений своего хозяйства Знаете, много чего нужно учить Один из того, что учиться, оказывается, надо постоянно искать, находить и внедрять И это должно быть девизом Он постоянно нам показывает, что сегодня даже нужно здесь, в условиях Кировской области Поставить задачу ее решить На этот раз участников выездного заседания комитета Интересовал опыт работы с такой ценной кормовой культурой, как рапс Для переработки семян рапса на базе ремонтного предприятия в селе Вожголы Был смонтирован рапсовый завод Приобретенный за 3 миллиона рублей Он позволил производить рапсовый жмых и рапсовое масло в промышленных масштабах До этого мы работали на маленьком станке, который там производительность был до тонны в смену После приобретения этого оборудования, она увеличилась в 3 раза в производительность Так что они где-то производят тонну 500 рапса в смену и где-то 1000 литров рапсового масла Вот это оборудование увеличилось в 2, наверное, с лишним раза больше идет отжим масла, чем на маленьком оборудовании Так что качество жмыхов увеличилось, потому что скоту надо кормить именно более сухой, чтобы меньше было масла Три года в Красном Знаме не выращивают рапс на семена Для этого внимательно изучили зарубежный опыт и стали использовать только проверенные сорта, которых нет вредных компонентов Посевные площади под рапс со 150 гектаров уже увеличили до 1000 и собираются еще удвоить А урожай получает порядка 20 центнеров с гектара Зачем мы пошли на рапс, мы сперва поняли, что он там был рентабелен, плюс там говорили все обороты Первая цель была эта, после того, когда поизучали рынок, и что можно рапсовым жмыхом кормить коров Мы пошли на то, чтобы сделать рапсовый жмых у себя По этому году мы на 90% полностью обеспечены жмыхом себя Прибросить 2000 гектаров и уборки примерно так в среднем 4000 тонн При переработке и у себя мы планируем получить 30 миллионов перейдов Тем самым мы себя обеспечим и тормами И в следующий год стараться даже, покупая вторую установку, продавать Ничего не завозите, все производите Это цель нашего хозяйства, потому что при вступлении в ГТО Естественно, мы просто не можем выдержать цену и конкуренция очень большая Главные специалисты хозяйства рассказали об особенностях технологии производства рапса Культуры привередливой и сложной по возделыванию, но компенсирующей это своими достоинствами Рапс играет важную роль в севообороте, улучшая структуру почвы Рапсовый жмых – это высокобелковый корм для полноценного питания животных Он легче усваивается и увеличивает надои И несмотря на то, что собственное производство семян рапса требует больших финансовых затрат На приобретение удобрений, средств защиты, наличие смазочных материалов Рентабельность по итогам прошлого года составила почти 60%, а экономия – 4 миллиона рублей Но цементирует всю технологическую цепочку все же человеческий фактор Когда вы говорите о технологической целесообразности, об экономической целесообразности Понятное дело, что она из трех составляющих Это земля, это техника и это люди Люди-специалисты Надо еще вдохновить людей, надо еще их научить Надо от них потребовать строгого соблюдения технологий Каким образом вы это добились? Потому что, когда говорить о технике, это одно – купил, все нормально А вот людей научить, потребовать, чтобы все выполнялось, как вот сказал Вартоварик От и до, иначе результата не будет Люди все-таки у нас уже приучены, что за эти годы, что если мы так решили, так и должно быть, так и делали И практически того, чтобы не делать, ну такого чуда я не знаю Со знаком плюс депутаты отметили и тот факт, что промышленные объемы переработки рапса Позволяют развивать кооперацию с производителями комбикормов И Стрижевский комбикормовый завод уже закупил в Красном Знамени первые 9 тонн рапсового масла Спрос на этот продукт, то есть если мы это будем приживать в Кировском области, не ограничен То есть и таких потребителей, как мы, тоже в том числе потребляем и масло Большие потребители Словом, собственное производство рапса не только укладывается в требования областного закона О сохранении почвенного плодородия на основе биологизации земледелия и растениеводства Но и решает проблему обеспечения животноводства области высокобелковыми кормами За счет расширения посевов рапса и отказа, что очень важно, в значительной мере от завоза подсолнечного жмыха Каждый год мы добиваемся, чтобы все-таки на луко давали солидную сумму дотаций Дотации выдали, и мы с этими дотациями куда поехали? За жмыхом За жмыхом, за подсолнечным, иногда за плесневым Мы будем считать это как неэффективное использование бюджетной поддержки Так давайте создавать рапсовый рынок Потому что земля у нас есть, кадры опытных агрономов есть, механизаторы есть И сушильное хозяйство есть, если с ним заниматься всерьез, потому что сейчас департамент дает хорошие, так сказать, возможности заниматься им Чего нет? Инерция в головах Когда будем кормить бычков маслом, комбикормом, и себе стоимость упадет, и приятно Что для нас очень важно, чтобы была рентабельная галядина Переход на промышленное производство рапса требует не только преодоления инерции сельхозпроизводителей, но и опоры на науку Те семинары рапса, которые сегодня использует Владимир Линдович, они не адаптированы, или они не в реестре Поэтому здесь вы обязаны просто нам дать заключение Деяние Северо-Остопо и Сельхозакадемии Мы должны выдать крестьянам официальный документ, который чем подтвержден, в какой печати подтвержден Чтобы мы могли использовать бюджетные средства, и была ответственность ваша как науки Аграрный комитет предложил Департаменту сельского хозяйства и продовольствия разработать на основе научных рекомендаций и опыта работы племзавода «Красное знамя» Ведомственную целевую программу по созданию областного рынка рапсового жмыха Мы должны здесь оказать существенную помощь хозяйствам, в первую очередь тем 50 с хвостиком племенным хозяйством, которые являются их путем Они должны решить эту проблему И опыт «Красного знамени» говорит о том, что не надо три года ждать Застрельщиками в этой работе вслед за Владимиром Шулаевым должны выступить, по мнению председателя комитета, именно депутаты аграрии, возглавляющие передовые хозяйства области Мы находимся, так скажем, на острие всей этой политической, экономической и хозяйственной задачи Потому что действительно решение проблемы обеспечения собственными высокобелковыми протеинными кормами Она же стояла и стоит для Аккировской области И те значительные средства, которые сегодня есть, их надо направить в более эффективный счет И сегодня тоже направление стратегической, которая вырабатывается на много-много лет вперед Если мы правильно ее выберем, это направление, мы же туда придем первым, мы же туда придем А за нами пойдут уже не средние хозяйства, а только образующее хозяйство Я считаю, что депутаты здесь выбирают перспективную роль Надо это всем нам надо делать Владимир, молодец вообще Аппарат назвал он для переработки 3 миллиона Ну это, ну допустим, если для хозяйств 50, это реально, я думаю, по области даже самим взять, поставить Ну если будет поддержка государственная, ну она же толкает Если 3 миллиона жалко, а когда тебе 400 тысяч дают, то уже ведь всего 2 600 надо Это подталкивает на это, это, конечно, плюс И, конечно, важно решить вопрос о поощрении тех хозяйств, которые занялись производством рапса А возможность выделения этих субсидий необходимо рассмотреть по предложению Аграрного комитета Из дополнительных 100 миллионов рублей, которые по постановлению законодательного собрания Могут быть выделены в ходе исполнения бюджета 2013 года Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова